Продолжая сегодня наше путешествие по Евангелию от Иоанна, я сфокусируюсь на том, насколько для нас с вами важно всегда пребывать в ожидании чуда в своей жизни. Это программа «Узнавая еврейского Иисуса». Присоединяйтесь к нам. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы продолжаем очень важную серию программ под названием «Тайны Евангелия от Иоанна». Я не буду тратить время на повторение пройденного материала. Мы просто пойдем дальше и продолжим разбирать слова Иешуа или Иисуса в третьей главе Евангелия от Иоанна. Если вы пропустили предыдущие выпуски, то вы можете найти их на нашем веб-сайте. Итак, давайте приступим. Евангелие от Иоанна 3, глава 13 стих. Послушайте слово Божие. Иисус сказал, «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах». Я хочу поговорить об этом. Иисус сказал, «Никто не поднимался на небо». Он имел в виду туда, где обитает Бог. Никто, кроме того, кто сошел с небес, имея в виду себя, Сына Человеческого. Когда Иисус спустился с небес, Он ликвидировал пропасть между нами и Богом. Бог сказал в Танахе, в еврейской Библии, что никто не может увидеть Бога и остаться живым. Божья сила слишком велика. Он — Тот, Кто был всегда. А мы всего лишь Его творение. Поэтому мы не можем полностью впитать Его во все Его силы и славы. И когда Иисус сошел с небес и родился в теле, то есть Бог спустился с неба и оделся в человеческое тело, тем самым Он дал нам возможность приходить к Богу. Теперь мы можем делать это через Него. и при этом оставаться в живых. Во-вторых, через Него мы можем иметь отношение с Богом. Предположим, что у вас есть какой-то маломощный электрический прибор, и он может втянуть в себя весь ток из розетки. Мы часто сталкиваемся с этим, когда путешествуем по миру. Во многих странах электрические приборы работают не от 110 или 120 вольт, а от 220. Поэтому мы берем с собой небольшой трансформатор. Мы не можем подключить наши приборы напрямую к их розеткам, потому что так приборы перегорят. Поэтому мы подключаем прибор к трансформатору, а трансформатор к розетке. Что делает этот трансформатор? Он снижает напряжение и делает его таким, чтобы наш прибор смог его принять. То же самое сделал Иисус. Он спустился с небес, чтобы мы с вами могли иметь общение с самим Богом. Он Бог. Поэтому напрямую связан с Богом. А еще Он человек. То есть Он облегся в человеческую природу, и поэтому Он напрямую связан и с нами. Так Он стал мостом между Богом и человеком. И я в восторге от этого. Мы любим тебя, Господь Иисус. Иисус продолжает свой разговор с Никодимом, и, как вы помните, один из иудейских лидеров, Никодим, пришел к Иисусу ночью и начал с ним духовный разговор. Я понимаю, что ты от Бога, потому что ты творишь чудеса. И тогда Иисус сказал Никодиму, что ему нужно родиться свыше. Никодим, ну как же ты этого не понимаешь? Ты же израильский учитель. И дальше Иисус продолжает засыпать Никодима откровениями. Давайте посмотрим на 14 стих. Иисус говорит, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь мы видим еврейские корни христианства, которые хорошо показаны в Евангелии от Иоанна. Конечно же, Никодим восхищался Моисеем, как и все евреи. Моисей был для них выдающейся фигурой. Евреи неоднократно говорили Иисусу, что они ученики Моисея. Они были хорошо знакомы со служением Моисея. Иисус сказал Никодиму, «И как Моисей вознес змею в пустыне». О чем это он? Он вспоминает, как змеи жалили израилетян за их непослушание. Люди умирали тысячами, и это стало огромной проблемой. И Бог рассказал Моисею, как это можно остановить. Он сказал, «Моисей, возьми медного змея». Кстати, вот как появился символ медицины. Вы знали об этом? Он был взят из этой истории, когда Моисей поднял змея в пустыне. И мы видим отражение этого даже в современной медицине. Итак, Бог сказал Моисею, «Возьми медного змея, помести его на посох и подними». Всякий, кто посмотрит на этот посох, не умрет, но останется в живых. Именно так Бог остановил вымирание своего народа. И вот Иисус говорит Никодиму, «И как Моисей вознес змея в пустыне, так Я буду вознесен, дабы всякий верующий в Меня был спасен и имел жизнь вечную». Иисус был вознесен или поднят на кресте. Мы возносим Его, проповедуя Евангелие. Он возносится всякий раз, когда проповедуется Евангелие. Вернемся к нашей программе. Итак, продолжим. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Далее идет самый известный библейский стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Тут мы видим очень важные слова. Это простая, но фундаментальная истина. Бог любит этот мир. Бог послал Иисуса в мир, потому что Он любит мир. Некоторые люди представляют Бога сердитым и мстительным, ждущим любой возможности, чтобы наказать людей за их грехи. Бог послал Иисуса в мир не для того, чтобы осудить, а чтобы спасать. Если бы Бог хотел осудить нас, то все были бы осуждены, потому что в глазах Бога все мы виновны в совершении грехов. Но Бог послал Иисуса в мир не для того, чтобы судить. Он любит вас и желает спасти вас. Обратите внимание, что Иисус говорит, «Ибо так возлюбил Бог». На ком идет речь? О Боге Отце. То есть Иисус пришел, чтобы исполнить волю Отца. Помните, когда Иисус был на кресте, Он взывал к Отцу. Он сказал, «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». Получается, Иисус говорит, что Сам Отец Небесный любит нас. Итак, Отец любит вас, и именно поэтому Он послал Иисуса в мир ради вас. Иногда Церковь делает большой акцент на Иисусе, забывая, что именно Отец послал Его. То есть Иисус пришел к нам из-за любви Отца, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я чувствую, как прямо сейчас Отец Небесный через Иисуса Христа и Духа Святого стучится в ваши сердца. Прямо сейчас вы переживаете откровение о том, что именно Отец Небесный послал к вам Иисуса. Отец любит вас. Вы были избраны для того, чтобы стать Сыном или Дочерью Отца Небесного. Возможно, вы уже слышали об Иисусе, но не осознавали, что именно Отец послал Его в этот мир, потому что Он любит вас и хочет вернуть вас к Себе. Помните, Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Как видите, Отец влечет нас к Себе. Если вы чувствуете, как Дух Святой сейчас стучится в ваше сердце, если вы чувствуете любовь и влечение Отца, то я призываю вас открыть Ему свое сердце и сказать, «Отец, прости Меня, я не осознавал, как сильно Ты Меня любишь. Иисус, я принимаю Тебя в мое сердце. Отец, спасибо за то, что Ты послал Своего Сына на крест за Меня и через Него вернул Меня к Себе. Я каюсь и обращаюсь к Тебе, мой Господь Бог. Спасибо за мое спасение во имя Иисуса». Если вы произнесли эту молитву, то, пожалуйста, напишите нам об этом. Ну а мы будем продолжать. И 17 стих говорит, что Бог не послал в этот мир Своего Сына, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. То есть Бог послал Иисуса не осудить нас, а спасти, потому что Он любит нас. Он послал Иисуса на крест за вас, потому что Он любит вас. Мы идем далее. Посмотрим этот стих на экране. Бог не послал Своего Сына, чтобы судить нас, но чтобы спасти нас. Иными словами, какие бы грехи мы с вами не совершили, когда мы принимаем Иисуса в нашу жизнь и искренникаемся, когда мы говорим Господу, «Я хочу жить для Тебя, помоги мне в этом», и мы говорим это искренне, Библия говорит, что мы не будем судимы. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Отец уже осудил Иисуса за наш грех, и Он не будет судить еще раз кого-то за тот грех, за который Он осудил Иисуса. «Когда Господь отвернулся от Иисуса, и Иисус сказал, «Почему ты меня покинул?» Там на кресте был осужден ваш грех. Бог уже не отвернется от вас, потому что Иисус уже пережил это вместо вас». Мой любимый стих находится в послании к Оринфянам. Там сказано, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Поэтому вам больше нет никакого осуждения. Иисус взял ваш грех, хотя Сам и не совершал никакого греха. А потом умер вместо вас, а взамен дал вам свою праведность, которой вы не заслужили. Это был божественный обмен благодати и милости. Поэтому Иисус сказал, что пришел в мир не судить нас, а спасти им. И это помогает нам в нашем общении с людьми. Когда мы осознаем Божью любовь к нам, это помогает нам понять, как мы должны относиться друг к другу. Иисус сказал, «Что хорошего в том, если вы любите только своих друзей? Даже грешники поступают так. А я призываю вас любить ваших врагов». Иными словами, мы были врагами Бога, потому что мы бунтовали против Него. Но Божья любовь так велика, а Его сострадание такое огромное, что Он полюбил нас, когда мы были еще грешниками. Бог бросает нам вызов. Если вы любите только своих друзей, то вы ничем не отличаетесь от грешников. Почему мы любим наших друзей? Потому что нам с ними хорошо. Люди любят своих друзей, потому что от друзей они ощущают поддержку и тепло. Иисус же сказал, что это ничто, потому что все могут любить друзей. Но Иисус призывает нас к более высокому измерению, к любви Агапе. Я призываю вас любить ваших врагов, как сделал Я, когда умер за вас, когда вы еще бунтовали против Меня. Поэтому с Божьей благодатью мы должны стараться проявлять к людям благодать даже тогда, когда они нас обижают. А вот еще один важный секрет. Мы не должны искать в других людях поддержки и понимания того, кто мы такие. Реальность такова, что окружающих волнуем не мы. Они думают не о нас, и поэтому, реагируя на нас, они думают в первую очередь о себе. А мы очень часто обижаемся на людей, потому что принимаем все, что они делают, на свой счет. Мы принимаем их слова и действия на свой счет, но нам нужно понять, что дело не в нас, а в них. Иисус сказал, «Прости им, ибо не ведают, что творят». То, как люди к вам относятся, никак не определяет то, какой вы человек. Если мы будем определять, кто мы, потому что говорят нам другие люди, то мы окажемся в ловушке. Иисус и Отец Небесный уже сказали нам, что мы избранные, любимые, и знание этого должно помогать нам любить окружающих, как Иисус любил людей, пока висел на кресте и говорил, «Прости им, ибо они не ведают, что творят». Сейчас мы вернемся к нашей теме, но я лишь хотел подчеркнуть, что Бог любит нас не потому, что мы полюбили Его. Он полюбил нас, когда мы были еще грешниками. И Он послал нам своего сына, когда мы бунтовали против Него. И Бог призывает нас жить в такой же любви и силе. Давайте продолжать. Посмотрим 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». До того, как я пришел к Богу, когда я слышал разговоры о Боге, то в моем сердце поднималась ненависть. Хотя я всегда верил в Бога, меня раздражали люди, которые постоянно говорили о Боге. Я буквально ненавидел их. Почему? Потому что в моем сердце был дьявол и зло, и поэтому я ненавидел свет. Люди, отвергающие Бога, ненавидят свет. Они ненавидят Иисуса и тех, кто говорит об Иисусе. Но те, кого касается Дух Святой, приходят к свету, потому что этот свет работает в их сердце. Тьма ненавидит свет. Библия говорит, что свет во тьме светит, и тьма не может объять его или уничтожить. Поэтому вы должны знать, что вы — свет, сияющий во тьме. Поэтому вы не должны бояться тьмы. Никогда не бойтесь людей, которые вас осуждают. Не бойтесь тех, кто пытается запугать вас, унижая вас или вашу веру. Тьма ненавидит свет. Но правда в том, что свет во тьме светит. Так что не отступайте. То, что есть у вас, больше того, что есть в мире. Ну, а мы продолжим читать. 22 стих говорит, «После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». Мне нравится эта мысль, на которой мы сегодня и закончим. Иисус просто проводил время со Своими учениками. Мне нравятся эти дружеские отношения, которые мы здесь видим. Когда Иоанна Крестителя спрашивали, «Ты ли Мессия?» Он отвечал, «Нет, я лишь друг жениха». Жених, о котором он говорил, «Это и есть Иисус». Это был сам Иисус. Иисус – это жених, с которым мы скоро вступим в брак. Я хочу обратить ваше внимание на любовь, на близость между нами, как между женихом и невестой, и на дружбу. Последний стих, который мы сегодня прочли, гласит, что Иисус просто проводил время со Своими учениками. И у меня вопрос. Разве Иисус поменялся? Неужели Он все еще хочет просто проводить время с нами? Ждет ли Он, когда мы придем к Нему, сядем на диван или в кресло и скажем, «Иисус, я люблю тебя». Я хочу узнать Тебя поближе. Я хочу проводить время с Тобою. Иногда нам нужно находить время для Иисуса. Все зависит от нашего желания. Как мы читаем в Евангелиях, Иисус часто уходил в безлюдное место, чтобы помолиться. Знаете, что Иисус, Иешуа, любит вас и желает проводить с вами время. Найдите время, и вы для Него. Начните прямо сегодня. Пусть это станет вашей привычкой. Это воздастся вам в большой мере, и вы поймете, как сильно Иисус любит вас. Я тоже очень люблю вас. Увидимся через неделю. Шалом. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Дорогая программа «Узнавая еврейского Иисуса», вы очень сильно помогли мне в понимании слова. Мне нравится манера учения Равина Шнайдера. Ваша программа помогла мне одолеть наркозависимость. Я начал группу по изучению Библии, чтобы рассказывать о том, чему я научился. Я с нетерпением жду того времени, когда смогу поддерживать это служение. Большое спасибо за вашу помощь и за все, что вы делаете. Искренне ваш во Христе Джейсон из Теннесси. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в Его построении Царства. Спасибо вам! И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость. Субтитры подогнал «Симон» Господь дал Моисею конкретные указания относительно того, как благословлять детей Израиля в книге числа 6 главе с 22 стиха. Господь сказал Моисею следующее. Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им «Да благословит тебя Яхва и сохранит тебя. Да презрит на тебя Яхва светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Яхва лицо свое на тебя и даст тебе мир». Субтитры подогнал «Симон» 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 Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живой. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народам. Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношения на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование. Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которой прикоснулось наше служение, вы получите награду на небесах. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность, возможность давать. Иисус сказал, блажение давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены. Шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером, и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. И подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса».